Они начинают визжать, орать и говорить просто нет-нет-нет, но, к сожалению, взрослые их не слышат. Перед тем, когда вы хотите обнять или поцеловать моего ребенка, вы должны обязательно спросить разрешение. Всех приветствую! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хочу поговорить о важной, немного необычной теме, касаемо личных границ ребенка. Так как я являюсь родителем несовершеннолетнего человека, это значит, что я несу за него ответственность и имею право устанавливать правила либо ограничения по отношению к нему. Моей дочке почти два года и у нее сейчас самый сладкий возраст, когда ее охота пожамкать, помучать, поцеловать, обнять. И поэтому мы столкнулись с этой темой. Я сама родом из Центральной Азии, именно с Кыргызстана, и поэтому у нас там с темой личных границ все хромает. Да и в целом люди из постсоветского пространства не умеют выстраивать свои границы, не умеют их защищать. Также с легкостью нарушают чужие границы, как и физически, так и эмоционально. И как мы все знаем, все проблемы идут из детства, и вот эти вот сисюкания, ласкания малышей является одним из корней наших всех проблем. Я, конечно, понимаю, что контакт кожа с кожей, со своими родителями, особенно после рождения, в первый год жизни, и в целом, когда ребенок чувствует себя плохо, и ему нужна какая-то защита, либо почувствовать любовь, это, безусловно, все, да. Но только в том случае, если ребенок сам этого захотел. Вообще, как оказалось, у этого состояния даже есть название, и оно называется милая агрессия. Это когда ты видишь что-то или кого-то очень милого, и тебе охота прям зажать, зацеловать или съесть, закусать. И это нормально, оказывается, когда в мозгу срабатывает какая-то эмоция, и чтобы не было сбоя нервной системы, чтобы мозг не перегрузился, срабатывает отрицательная эмоция. Поэтому, когда вы что-то видите, что-то слишком милым, котенка или ребенка, и в этот момент охота его сжать или укусить. Точно так же, когда люди сильно счастливы, они начинают плакать, или наоборот, когда они находятся в стрессе, у них начинается истерический смех. Ну и опять же, мы должны уметь держать себя в руках, то есть хотя бы не иметь физического контакта с, например, человеком, когда особенно ему этого не хочется. И если вы заметите, за маленькими детьми в большинстве случаев им очень не хочется, чтобы их мучили. Они начинают визжать, орать и говорить просто нет-нет-нет, но, к сожалению, взрослые их не слышат. И сколько бы я мило или шутками как-то не пыталась ее от этого оградить, зачастую просто это не срабатывает, и люди до конца не понимают проблему своего несдержания. В целом, я и делаю это видео, чтобы объясниться, рассказать свой поинт, свою точку зрения. Возможно, это видео пригодится вам, и вы сможете его кому-то отослать, если вы не можете напрямую сказать. Опять же, вопрос, почему вы не можете защитить своего ребенка и сказать, хе-хе, не надо сейчас жамкать моего малыша, целовать или обнимать. И потом, это же безопасность, завтра он пойдет в детский сад, и какие-то другие дети начнут на него вешаться, целовать. И, возможно, взрослым это кажется тоже милым, что тоже я считаю странным. И малыш в этот момент должен сказать нет и защитить свое тело, себя. А что, если это будет учитель, или сосед, или даже, возможно, какой-то родственник. Также я сделала заметку на холодильнике, и я написала, что перед тем, когда вы хотите обнять или поцеловать моего ребенка, вы должны обязательно спросить разрешение. Я написала это на русском и английском языках. И даже если малышка разрешила себя поцеловать, то ни в коем случае нельзя целовать лицо, элементарно из-за бактерий, которые выходят из нашего рта, желудка, вирусы, либо кожные заболевания. Спрашивать разрешение перед любым физическим контактом правильно, поскольку таким образом вы, как взрослый человек, показываете свое уважение по отношению к личному пространству ребенка. И не важно, ему там полтора года, 10 лет или 16, всегда нужно спрашивать разрешение. Дети должны дать разрешение, прежде чем обнять или поцеловать себя. Эта мера поможет научить их, что такое согласие. Когда мы принуждаем детей обниматься или обнимаем их без их желания, мы обозначаем, что их тела им не принадлежат. Это очень небезопасно в наши дни. Да и в целом это всегда было небезопасно. Просто люди об этом как-то не говорили, либо им неловко об этом говорить, либо просто замалчивали. Так вы показываете, что вы или взрослые в целом имеете право трогать ребенка, как и когда вам вздумается. Разрушается их инстинкт самосохранения перед малознакомыми людьми. Существует куча других способов проявлять свою любовь. Это элементарно выйти в парк, пойти куда-то на прогулку, поговорить о чем угодно, пообщаться, поспрашивать вопросы, почитать книгу, попеть песни, потанцевать, собрать пазм. И поверьте, так ребенок почувствует и оценит вашу любовь немного больше. И в конце я написала, чтобы никто не принимал на свой личный счет, потому что это касается даже меня. Это хорошее напоминание мне, потому что мне тоже охота ее зажать иногда, зацеловать. И я думаю, что мы все желаем ментального здоровья нашим детям. Я надеюсь, это видео было вам полезным. Пожалуйста, делитесь им со своими родными, близкими, со своими подругами. И также напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы в целом думаете об этой теме. Беспокоит ли вас этот вопрос, либо он не беспокоит, и вам, в принципе, все равно, или вы никогда об этом не задумывались. Либо у вас был такой момент, когда вам было неприятно, и вы не могли защитить своего малыша. И я всем желаю мира и добра. До встречи в следующем видео.